Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 1-4 финала Ролан Гарос, Янник Синнер, Рафаэль Надаль. Статистика игроков. Синнер на пути к первому четвертьфиналу мейджора обыграл в трех сетах Давида Гафина, Бенджамина Банзи, Федерика Корея. В четвертом раунде 19-летнему Вундеркинду понадобилось 4 сета, чтобы одолеть Сашу Зверева. В свое оправдание русский немец после матча сказал, что серьезно заболел и играл с температурой под 38. Но это нисколько не умаляет заслуги Синнера. Рафа, как обычно, идет курьерским экспрессом по своим оппонентам, не делая остановок. Только в первом раунде с Егором Герасимовым Надаль потребовалось чуть больше времени, чтобы как следует навести прицел. Потом пошло-поехало. Маккензи Макдональд, Стефано Травалью и Себастьян Кордо долго на корте против испанца не задержались. Несмотря на вес талант и кураж Синнера против Рафы, который набрал ход, устоять тинейджеру будет очень сложно. За Рафу его колоссальный опыт и хорошая форма. Плюс традиционно Надаль достаточно хорошо играет против юных талантов. Тут еще большую роль играет психология. Синнеру, может быть, придется не столько бороться с Надалем, сколько с самим собой. Единственный шанс для Синнера, это если вдруг у Надаля все развалится в одночасье. Но даже в разобранном состоянии Рафе есть чем крыть кураж молодого оппонента. Поэтому шансы у Синнера в этой игре очень и очень невелики. В норме Рафа должен брать матч в трех сетах, но коэффициент на 0.3 стоит мизерный. Поэтому можно заиграть отрицательную фору в минус 8,5 геймов, которая даст коэффициент 1.58. Коэффициент невелик, но ставка смотрится достаточно надежной. Если даже в первых сетах Синнере окажет сопротивление, очень вероятно, что в дальнейшем Рафа внесет коррективы в свою игру и хотя бы один сет выиграет с разницей в 4-5 геймов.